Добрый день. Решил сегодня снять передние стойки на Nissan Murano, поменять верхние чашки. Пошел какой-то шум из них. Ну и вкратце в разборе покажу, как потихонечку самостоятельно разобрать и снять передние стойки. Для того, чтобы их снять, опоры находятся вот там, спрятаны. Приходится снимать вот это переднее жабо, дворники, там там кратить машину, снять колеса. Nissan Murano в 51-м кузове 2010-го года. Поэтому в процессе разборки будет видно и ясно. Подскажу, какие ключи, какие инструменты использовать. Сейчас разберу, включу, покажу дальше. Вначале снимаем заглушки с дворника, крепление поводка. Снимается она довольно-таки легко. Сидит она на гаечке. Вот этим креплением цепляется за гаечку. Гаечка здесь на 14. Берем обычную головку на 14, придерживая рычаг дворника, откручиваем. Я сорвал гаечки. Откручиваются они довольно-таки легко. И плавно. Лучше, конечно, опустить ракор. Поднимая рычаг, пошевелили и сняли дворник. Так же второй подняли поводок, включили. Теперь снимаем девять вот этих клипс. И вот они. И вот они идут. Их девять штук. Можно, конечно, не снимать жабу. Можно снять эту заглушку. Она есть с этой. Она есть с этой стороны. Вот здесь заглушка внутри. Сейчас подсвечу ее. Вон она заглушка. Под ней болтик третий. Вот он. Один, второй и вот третий. Который держит опору стойки. Так же с той стороны. Но чтобы удобнее ставили, я решил снять жабу целиком. Поэтому сейчас сниму клипсы и сниму жабу. Ну вот я снял жабу. Здесь разъединяем трубку стекло-мывателя. И убираем. Вот все. Мы получили очень удобный доступ к болтам. Снимаем эту заглушку с одной и с другой стороны. Три болта. Ослабляем их. Головочка здесь на 13. Три болта с одной стороны. И три болта с другой стороны. Так же заглушка. Три болта. А потом уже будем снимать снизу. Подкручивать отцапку и стойку. Гайку стабилизатора. Подкинем проводку на датчик АБС. Снимем тормозной шланг. И все. Стойка у нас будет снята. Я это еще покажу. Насколько болты. А пока отключим вверх. Расслабили. Теперь снимаем вниз. Снимаем скобу с тормозной шланга. Берете посетили. И вверху. Мы с небольшим усилием снимаете скобу. Шланг легко выходит. Так же здесь проводка сидит на резиновых уплотнителях. Они входят в зацепление кронштейны на стойке. Тоже снимаете аккуратненько. Берете ВДшечку. Немножко почистите и сбрызнуть резьбу. Чтобы легче откручивалось. После этого берете головочку на 21. И откручиваете. Ослабляете. Болты стол. Верхний и нижний. Ключ на 21. Держа не приходится. Ослабляется нормально. Также нижний. Аккуратненько. Затянут довольно таки хорошо. Оставляете. Здесь головочка на 17. Можно взять пистолет. Открутить пистолет. Откручиваем гайку. Я с помощью пистолета. Все открутили. Отсоединили стойку стабилизатора. И также с помощью пистолета подкручиваем эти гайки. Можно трещоточкой. Я снял стойку с автомобиля. Вытащил ее. Теперь пружину стягиваем вот этими стяжечками. Вот такими. С двух сторон. Одеваем. Вот так вот. С одной стороны и с другой стороны. Подтягиваем пружину. И срываем гайку. Верхнюю. После того как мы сорвем эту гаечку. Еще подтягиваем пружину. Здесь гайка на быстрее всего 18. Да, гаечка здесь на 18. И разбираем. Покажу в разборе. Вот я стянул пружину. Снял пыльник с чашкой. И снимаю подшипник. Подшипник получается на пружине отдельно стоит. Вот-вот. Этот подшипник и издавал неприятные звуки. Он просто высох. Сейчас разберу его. Промою. Смажу. И поставлю на место. Процесс сборки покажу. Разобрал подшипник. Хочу показать какое там пизообразие. Машина прошла 100 тысяч. Разобрала надпись вот так будет. И поставь их. Какой текст.